В течение всего дня на 15 площадках в Салавате проходили уроки финансовой грамотности, бесплатные встречи и лекции для всех категорий граждан, школьников, работающего населения и безработных, а также пенсионеров. Организаторы проекта – Центр финансовых исследований Республики Башкортостан и администрация города Салавата. Как бы там не думали, что финансовая грамотность – это где-то высокой материи, нет, это у каждого семейный бюджет, нет, это у каждого действительно рассчитать кредит, рассчитать свои потребности, возможности. То, что вы делаете, действительно большое дело. Центр финансовых исследований Республики Башкортостан создан в прошлом году. Основная его цель – координация деятельности по развитию просветительской работы по финансовой грамотности населения. Почему это важно? Потому что действительно современный мир финансов настолько глубоко проник в нашу повседневную, ежедневную жизнь. Буквально человек, не вставая с дивана, может произвести огромное количество финансовых операций как для своей пользы, для блага семьи, так и наоборот. Сегодня не просто необходимо обладать какими-то навыками, а действительно обладать гигиеной, финансовой гигиеной. То количество денег, которое теряется нашими гражданами в результате как мошеннических действий, так и их необдуманных финансовых поступков, кредитов, которые они потом не могут обслуживать, просто трат – это очень и очень большие существенные потери, которые в конечном итоге сказываются на потере экономики в целом. Проект «Диалоги о финансах» стартовал с самого утра. Экспертами выступили представители регионального центра финансовой грамотности «Финцентр Республики Башкортостан», Центрального банка России, Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Республики, Института образования Башкортостана и сотрудники банка. Открытые лекции проходили в школах, колледжах, в стенах УГНТУ. Эксперты обсудили со старшеклассниками и студентами, какие шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы научиться грамотно планировать свою жизнь. Если вы не будете вести учет, вы вот этого роста своего просто не заметите. У вас деньги будут как уходили раньше, и вы полностью тратили 100% до следующей получки, до следующей зарплаты, так и эти будут уходить, и вы не будете понимать, куда и зачем они ушли. Поэтому, еще раз возвращаясь к тему, что очень важно вести учет. В 21-й школе на уроке финансовой грамотности ребятам объяснили, почему важно начинать думать о пенсии заблаговременно. Дело в том, что уже скоро, сейчас у них профориентационная работа, так скажем, и после 11-й класса, и даже сейчас многие дети подрабатывают, а значит получают заработную плату, но заработную плату получает кто как. То есть кто-то белую заработную плату получает, кто-то серую заработную плату. Это мы тоже затронули. То есть чем эта заработная плата отличается, и почему уже сейчас надо знать свои, так скажем, права и обязанности, знать, значит, как, из чего состоит пенсия, чтобы сформировать уже свое будущее. Мы рассказали про пенсию, сколько мы будем получать плюс-минус, всякие формулы, очень интересно, мне понравилось. Для людей старшего поколения работал отдельный лекторий, посвященный проблеме финансового мошенничества. Работающему населению эксперты дали максимально полезную информацию о ведении семейного бюджета, а также практические советы о том, почему выгодно досрочно гасить кредит и как действовать, если кредитная нагрузка становится непосильной. Важной темой для обсуждения стали нелегальные банки, к услугам которых обращаются активные пользователи маркетплейсов. Как мы с вами можем вообще определить легалов от нелегалов? Общение с нелегалами – это мошенники. Они вообще не имеют права оказывать финансовые услуги. У них нет лицензии, они не состоят в реестре Банка России. Вот вчера я открыла сводку МВД. За 28 февраля 3 миллиона рублей отдали жители республики мошенникам. За 10 месяцев, ну, статистика немножко с опозданием, за 10 месяцев 300 миллионов. Если мы уберем выходные, каждый день по миллиону мы отдаем мошенникам. Хочу еще обратить внимание, это только те, которые заявили об этом. Для воспитанников Центра содействия семейного воспитания «Солнечный» банковские работники провели финансовую игру, которая учат самостоятельно рассчитывать и планировать бюджет. Детям предлагалось дать ответ на вопрос по теме. На 1000 рублей я смогу купить подсолнечное масло и десяток яиц. Денег у меня больше не останется. Конечно же останется, потому что масло примерно стоит 100 рублей. А десяток яиц где-то 70 или 80, тоже примерно 100 рублей. Конечно же останется, где-то 80. Проект «Диалоги о финансах» в работе с жителями республики уделяет внимание не только просветительским семинарам. В Салаватском учебно-методическом центре открыли первый в Башкортостане уголок финансовой грамотности для жителей города. Это тематическая секция в библиотеке, оснащенная бестселлерами и книгами известных финансовых экспертов. Мы ориентировались в этом году в том числе на то, чтобы было больше книг для женщин. Женщины и деньги, условно говоря. Потому что женщина в своих руках держит и семейный бюджет. Например, книга Елены Феоктистовой «Деньги есть всегда» она 2023 года. Практически год через два эта книга обновляется. Туда добавляются и истории, и ситуации, которые происходят прямо сейчас. Я сама успела уже эту книгу прочитать. Очень много полезных таблиц, схем, формул, которые прям как шаблоны помогают свои данные вбить туда и чему-то научиться. Просветительский проект «Диалоги о финансах» будет проходить и в других городах и районах республики в течение года. Татьяна Степанцова, Радмир Загидуллин, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».